Добрый вечер! Вы смотрите программу «Время вопросов». В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Ежегодно в Иркутской области регистрируются новые случаи онкогинекологических заболеваний. Почему женщины до последнего тянут с визитом к врачу, несмотря на то, что при выявлении онкологии именно стадия заболевания может быть решающей в выборе метода лечения и возможности выздоровления? Что становится причиной бесплодия и как сохранить женское здоровье? Ответы на эти вопросы будем искать сегодня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить в студию по номеру телефона 50 50 20, а также проголосовать в нашем интерактиве. Интерактиве. Ответив на вопрос, почему, на ваш взгляд, люди игнорируют профилактические осмотры? Вы можете выбрать одну из трех возможных причин. Это нехватка времени, дороговизна анализов и обследований. И третий вариант – безответственное отношение к своему здоровью. Я рада представить своих сегодняшних гостей в студии. Это осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелихов. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова. Наталья Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. И заведующая отделением гинекологии областного онкологического диспансера Роман Демонов. Роман Николаевич, здравствуйте. Алексей Владимирович, первый вопрос хочу задать вам. Он совпадает как раз с тем вопросом, который мы задаем сегодня нашим телезрителям в интерактиве. Почему рак выявляется на поздней стадии? Это все-таки безответственное отношение к своему здоровью? Или это проблемы диагностики? Или, возможно, он не выявляется на поздней стадии сегодня в современном обществе? Добрый вечер, Юлия. Еще раз добрый вечер, уважаемые жители Иркутской области. В первую очередь хочется ответить на то, что на сегодняшний день имеется достаточно серьезная программа по раннему выявлению злокачественного образования, в том числе и женской половой сферы. И в первую очередь, конечно же, здесь во многом играет роль обращаемость человека за первичной медицинской помощью в части диагностики. Поскольку на сегодняшний день существуют методы, которые позволяют диагностировать онкологическое заболевание на ранней стадии. В первую очередь, конечно, это осмотр специалиста. В ряде случаев, допустим, если мы рассматриваем районные больницы, это может быть специалист среднего звена, который может сделать и осмотр, и может взять специальный анализ, который позволяет определить начальные проявления злокачественного процесса, так называемая онкоцитология. Это достаточно информативный метод, позволяющий все-таки поставить диагноз на ранней стадии заболевания. Второй момент – это целевая группа риска. Тех женщин, у которых имеются фоновые заболевания, которые могут приводить к развитию онкологического заболевания. Мы как раз сейчас поговорим с Романом Николаевичем. Конечно, это будет очень правильно, чтобы дарить им возможность высказаться. Здесь, думаю, что он более подробно этот вопрос осветит. А мы можем все-таки сказать, что сейчас нет такой проблемы, что на поздней стадии появляется? Есть ли тенденция, так скажем, какой-то ответственности к своему здоровью? Тенденция к ответственности к своему здоровью, конечно же, появляется. Безусловно, мы сейчас не можем говорить о том, что у нас управляющее большинство заболеваний находится на ранней стадии. Иначе зачем мы здесь, собственно говоря, собрались? То есть эта проблема все равно есть. Другое дело, что процент выявления ранних стадий заболевания повышается. Но, опять-таки, мы очень правильно с вами поднимаем эту тему, поскольку жители столкнулись практически с двухлетним дефицитом оказания как плановой помощи, первичной помощи. То есть всем было брошено по существу на новую коронавирусную инфекцию. К счастью, мы говорим о том, что онкологический диспансер весь период пандемии работал, и все-таки специализированная помощь оказалась. И здесь, я думаю, что сейчас нужно нам сделать акцент именно на первичную помощь. То есть это поликлиники, амбулатории. Это то, что выполняется на сегодняшний день на этапе посещения медицинской организации. И здесь, конечно же, к этому хотелось подлечь внимание. Вот мы об этом обязательно еще остановимся на этом вопросе. Роман Николаевич, хочу вам задать вопрос. Все-таки кто в группе риска по онкогинекологии? – Добрый вечер. Онкогинекология – все-таки заболевание, включающее в себя злокачественное образование органов репродуктивной системы. Это злокачественное образование шейки матки, тела матки, яичников, как самое распространенное заболевание. Учитывая то, что факторы риска при каждом из этих заболеваний все-таки разные. В соответствии с этим и подразделяя в отношении злокачественного образования шейки матки, все-таки как основной провоцирующий фактор – это инфицирование, наличие вируса папиллома человека. Соответственно, и методы профилактики этого заболевания тоже будут предполагать выявление и лечение вируса. Вакцинация, заболевание злокачественного образования тела матки – все-таки там основные провоцирующие факторы – это в основном наличие у пациенток отягощающих факторов, таких как ожирение, сочетание с артериальной гипертензией, то есть в соответствии с этим ведение здорового образа жизни, полноценное питание, ограничение жиров, контроль веса, питание, полноценный сон. То есть это уже все будет залогом того, что вероятность развития этого злокачественного образования будет уменьшаться. Злокачественное образование яичников, из них только около 20% имеют наследственную предрасположенность. В основном, конечно, подавляющее большинство пациенток, попадающих в онкогинекологию – это спорадический рак, который по непонятным пока на данный момент причинам развился. То есть это какие-то внешние воздействия, негативные экологии. Возможно, гормонально. Вот если вы говорите, что это ожирение, то, скорее всего, наверное, ведь и какое-то гормональное нарушение. Гормональное нарушение, да, которое приводит к развитию, ну, прежде всего, как уже давно доказано, злокачественное образование именно тела матки. Очень бы хотелось привлечь внимание именно к проблему рака шейки матки. И здесь немаловажный момент, и Роман Николаевич уже его понял, вот именно это инфицирование. То есть это инфицирование, в том числе, это инфекция, передающаяся половым путем. То есть, опять-таки, половая гигиена – это, так сказать, своевременное начало половой жизни. Это все-таки ни в коем случае не частый выбор партнера, а наоборот-таки постоянность половой жизни. Это тоже очень важные факторы, которые влияют на возникновение рака шейки матки, поскольку именно в залоге лежит как раз-таки момент, связанный с инфицированием. Просто на это тоже бы хотелось обратить внимание, в особенности, если мы все-таки говорим сейчас, в том числе и для молодежной аудитории, что тоже является немаловажным. Конечно. Ну вот, кстати, вы сейчас сказали про ВПЧ, вирус попилом у человека, лечения, от которого нет, но есть от него прививка. Вот скажите, кому она показана, эта прививка? В каком возрасте ее можно сделать? В России зарегистрированы в настоящий момент две вакцины – Гордосил и Церварикс. Они – Гордосил четырехвалентная, которая содержит, как раз используется для вакцинации от четырех типов, ну, опасных типов вирус попилом у человека. И Церварикс двухвалентная применяется девочкам от 9 до 14 лет, до начала половой жизни, то есть при отсутствии инфицирования в настоящий момент. Если девочка уже инфицирована вирус попилом у человека, применение вакцины… Взрослая женщина, которая ведет половую жизнь и не инфицирована, она может поставить себе прививку или нет? Да, это применяется. А есть ли в планах внести в календарь обязательных прививок? Планируется в 2024 году это сделать в России. Пока в календаре прививок она не… Пока еще ее нет. Спасибо. Наталья Владимировна, вам хочу задать вопрос. Как часто женщина должна посещать врача-гинеколога? Ну, вот как раз только что говорили об онкологических заболеваниях, и мы должны с вами понимать, что должен быть длительный период, чтобы на фоне фоновых или предраковых заболеваний, как мы называем их, так сказать, в гинекологии, развился злокачественный процесс. Поэтому практически каждая женщина должна посещать врача раз в год. Вот если даже говорить о раке ященко, это является всегда находкой. Вот обращаются, как правило, за медицинской помощью те женщины, когда в семье был у кого-то злокачественный процесс, они настроены, насторожены и понимают, что для этого нужно посещать врача действительно каждый год. Это не только осмотр, это обязательно берется мазок на онкоцитологию, это одновременно и диагностика рака шейки матки, патологического процесса на матке, обязательно ультразвуковое исследование. И тогда действительно можно сказать, что у женщины в ближайшее время все благополучно, и она может дальше наблюдаться. И самое главное, я бы сказала, что вот те пациентки, которые посещают ежегодно врача, у них меньше проблем возникает не только с онкологическими заболеваниями, а вообще со всеми заболеваниями. Потому что вот эта группа, вот последние года-два, рак тела матки, он протекает бессимптомно. Если женщина своевременно не проходит профилактические осмотры, как положено ежегодно, имеет обильные менструации, либо маточное кровотечение, и не обращается за медицинской помощью, то это может действительно привести уже, когда она экстренно обратится, к поздней диагностике рака тела матки. И рак тела матки в последние годы, он стал значительно чаще встречаться. И с учетом того, что имеет на первых стадиях бессимптомные любые заболевания, заболевания, бессимптомно протекает. И если нет нарушений, которые заставляют женщину уже просто вынужденно обратиться к врачу, и тогда могут диагностироваться. Также и рак шейки матки. Ведь существуют скрининговые программы, и не надо каждый год брать мазки. Как правило, мазки на онкоцитологию, которая доступна не только в крупных городах, а это абсолютно в каждой поликлинике есть смотровые кабинеты. И здесь даже не надо иметь врача, обученный есть персонал для забора, значит, мазков с шейки матки. То есть она пришла по поводу гипертонии, либо сахарного диабета. Она не проходит на прием к специалисту, пока не пройдет смотровой кабинет в поликлинике. Эти, так сказать, исследования позволяют диагностировать не только уже злокачественный процесс, а первые начальные проявления, которые требуют дальнейшего обследования. Вот самое главное здесь иногда бывает, что пациентка уже угрожаема и, вы знаете, ну и информирована, и почему-то своевременно не обращается за медицинской помощью. И я бы отметила еще острую проблему, которая у нас стоит в Иркутской области. Это рак молочной железы, потому что это визуальная форма рака. И мы видим последние годы увеличение рака молочной железы у молодых женщин. Это тоже процесс длительный. Это, кстати, диспансеризация женщин с патологией молочной железы. Она тоже относится к акушерству и гинекологии. И здесь мы очень хорошо с онкологами распределили свои обязанности. Если это узловые формы, то это, безусловно, немедленная консультация онколога. Все методы обследования онкологи берут на себя. Если это такие дифузные изменения, и онкологи исключили свою патологию, то это группа, которая тоже должна наблюдаться у нас ежегодно. Скажите, а в осмотр гинекологам входит обследование молочной железы? Обязательно. В осмотр любого врача должно быть. Причем терапевт должен осматривать. Если она пришла к хирургу, это осмотр любого специалиста. А гинеколога — это обязательно. Это диспансерная группа гинекологических пациентов. Спасибо. Роман Николаевич, скажите, как можно обезопасить себя от заболевания онкогинекологического? Учитывая то, что все-таки основа, о чем мы поговорили уже, факторы риска, все-таки есть общие принципы, позволяющие обезопасить человека от злокачественного образования и любой локализации. То есть это введение здорового образа жизни. Это отказ от курения, полноценное питание, о чем мы говорили. И, соответственно, это уже будет залогом. Регулярное наблюдение у гинеколога позволит также на ранних этапах уже определить определенные предраковые ситуации, которые можно пролечить. В ряде случаев на ранних стадиях развития и консервативно, либо с применением даже более агрессивных на базе онкологического диспансера хирургических методов лечения, но в меньшем объеме органосохраняющее лечение, которое позволит женщине полностью вылечиться от заболевания и сохранить диетеродную функцию. То есть реподуктивная функция может быть сохранена... Конечно. Вот это как раз и является целью лечения на ранних процессах. То есть даже вот в отношении рака шейки матки неинвазивный процесс в малевой стадии, до которого тоже нужно достаточно длительное время, чтобы процесс дошел. Возможно, применение органосохраняющего лечения на базе онкодиспансера это позволит, конечно, сохранить реподуктивную функцию. Наталья Владимировна, вот если такой общий вопрос задать, как можно сохранить здоровье женщины? Здоровье женщины сохранить это прежде всего здоровье девочки. Потому что здоровье женщины, оно связано с тем, как мамочка вынашивала беременность, были ли какие-то осложнения, какая была лекарственная терапия. Потому что хотим или не хотим, но функция яичников начинается у девочек уже внутриутробно. И все неблагополучия во время беременности они могут оказать достаточно серьезное влияние. Второе, это сейчас серьезное значение, придается развитию и оказанию медицинской помощи девочкам, подросткам. Потому что внедрение профилактических осмотров практически ежегодных, выделение специалистов, детских подростковых гинекологов, обращение на внешние половые признаки, на образ жизни девочки позволяет в определенной степени своевременно увидеть те отклонения. И я хочу сказать, что очень большой опыт в Иркутске есть. У нас очень хорошая есть клиника детской подростковой гинекологии на базе федерального института, где действительно можно решить все вопросы по регуляции того же менструального цикла. И если возникает необходимость в хирургическом лечении, это наша городская Ивана-Матрюнинская детская больница, где очень хорошо подготовленные детские гинекологи, эндоскопические, так скажем, своевременно могут привести и хирургическое лечение. И если правильно оказывается помощь, то мы сейчас работаем над тем, что вы, ну не только девочки, но и мальчики, потому что это тоже проблема, они передавались из детской поликлиники непосредственно во взрослую сеть. Вот Алексей Владимирович знает, что сейчас на территории Российской Федерации начинает работать программа «Репродуктивное здоровье населения России». Мы работаем по репродуктивному здоровью населения Иркутской области. Это междисциплинарный подход. Это эндокринологи, урологи, психологи, наркологи. То есть это действительно проблема вот такая комплексная. И если девочка будет передаваться с подробным эпикризом, со всеми особенностями, с проведенными обследованиями, то врач-акушер-гинеколог уже видели ту группу, которая действительно угрожаема по каким-то репродуктивным нарушениям. Это молодые женщины уже будут взяты на учет. Второй момент – это все-таки отказ от ранней половой жизни. Я понимаю, это очень трудно. Это время другое. Но ранняя половая жизнь – это достаточно серьезный риск. Во-первых, в плане смены партнеров это очень часто встречается. Особенно последние, наверное, лет 5 мы видим беременность и уроды девочек уже 13-14 лет. Понимаете, это незавершенный организм. Это травма и психологическая, и физическая травма. Ну, это просто дети. И сейчас совсем. Что роды, что преживание, беременность. То есть это все неестественно для этого возраста. Поэтому, конечно, вот ранняя половая жизнь, но даже если там какая-то ситуация произошла, не используют средства контрацепции. Вот если даже сейчас мне будут возражать, что сейчас вот такая ситуация, и у нас нет, не будет контрацептивных средств, то я вам хочу сказать, в России уже есть российские контрацептивные средства, аналоги тем, которые мы закупали всегда в европейских странах. То есть великолепный опыт есть уже, и фармсинтез готов уже, так скажем, к производству этих препаратов. Поэтому здесь на самом деле проблема доступности, особенно, мне кажется, для подростков, потому что цена, она такая достаточно высокая. А теперь цена была другая. Потому что... Завроводные препараты всегда были дорогие, отечественные будут несколько ниже цены, они уже начинают появляться на нашем рынке. Поэтому для молодежи и подростков это главное все-таки даже презерватив. Потому что это одновременно профилактика непланированной беременности, инфекции, передающейся половым путем. Просто ко мне в эту студию приходили из спеццентра, и мы как раз вот эту тему тоже обсуждали. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Съемочная группа посетила областной перинатальный центр, и затем мы продолжим нашу программу. Молодая мама Анастасия Чернышева сегодня не может налюбоваться своими дочками. Двойняшки Ульяна и Мирослава появились на свет 31 мая. До этого времени, признается Анастасия, она не знала, насколько сильными могут быть материнские чувства. Безумно непередаваемые ощущения, слезы катываются на глазах. Это первый крик своих детей, это что-то с чем-то. Это слезы счастья, слезы радости. Но когда на УЗИ нам сказали, что у вас двое, выхода не оставалось, конечно. Муж только за, если Боженька нам послал, значит так оно должно было случиться. И я очень рада, что у нас двойня. В год в Иркутском областном перинатальном центре рождается около 6 тысяч детей. Врачи отмечают, что в последнее время отношение к родам изменилось. Большинство пациенток хотят родить самостоятельно. К тому же изменился и возраст роженец. В медучреждение обращается большое количество пациенток старшего репродуктивного возраста, женщины от 35 лет. Для того, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша, специалисты рекомендуют планировать беременность. И за три месяца до зачатия пройти обследование не только пациентке, но и ее партнеру. Сталкиваемся с тем, что пациентки не планируют беременность, не обследуются и приходят к нам уже по факту, либо в сроке, когда какую-то помощь мы оказать уже не можем, то есть либо уже с имеющимися нарушениями, приводящими к выкидышам или к преждевременным родам. К нам обращаются пациентки с артериальной гипертензией, пациентки с высоким риском прекламсии, с поражением печени при беременности, с различной экстрагентальной патологией и заболеваниями почек. А это сердцеотделение вспомогательных репродуктивных технологий блок, где выращивают эмбрионы. Так, с помощью ЭКО с 2006 года в учреждении родилось более трех тысяч детей. А для того, чтобы увеличить число рождаемости, в отделении для каждого пациента подбирают индивидуальный план беременности. Кроме того, на месте работают не только с женским, но и с мужским фактором бесплодия. Если мы начинали работать, у нас было около 200 циклов в год, то на сегодняшний день мы, конечно, выполняем уже более тысячи циклов в год. И большая масса этих циклов проводится за счет средств ОМС. Если мы ранее говорили, что на первом месте трубно-перитониальная, фактор бесплодия, на втором эндокринное бесплодие, на третьем эндометриоз и мужской фактор, и вроде бы все было понятно, то сейчас появилась такая группа, которая называется бесплодие неясного генеза. Также для повышения эффективности лечебных циклов в отделении постоянно ведется научно-исследовательская работа, используются новые методики и обновляется оборудование. Возможно, в будущем с помощью таких подходов количество рождаемости значительно увеличится, и каждой женщине будет подарена возможность испытать радость материнства. Мария Евстратова, Сергей Коваленков, Время вопросов. Ну вот, современные женщины у нас строят карьеру наравне с мужчинами. Все-таки у нас неравные, скажем, условия, да, уж будем честны, 9 месяцев нужно ходить беременной, как минимум полтора года сидеть декретом. Можно ли сказать, что женщины меньше сегодня стали рожать? И какой сегодня средний возраст роженец? Я бы сказала, что женщины меньше стали рожать, потому что это связано с падением рождаемости. С той волной первого демографического кризиса сейчас просто мало молодых женщин и мужчин. Это первое. Второе, что они откладывают возраст, да. Потому что женщины заинтересованы в получении образования, женщины заинтересованы в карьерном росте. Если еще 5 лет назад средний возраст по России и в Иркутской области составлял где-то 23-25 лет, то теперь мы видим 27-29 лет. То есть мы упорно приближаемся к тому европейскому 30-32 года. Но что положительно, что рождаемость в Иркутской области, она выше, чем в целом по Российской Федерации. И поддерживается, я считаю, за счет того, что у нас много-много рожавших женщин. Вот понимаете, нагрожавшими мы считаем это трое и больше родов. Но таких пациенток становится все больше и больше. И самое главное, это не село, это город. То есть достаточно благополучные семьи. Я думаю, что появилась какая-то потребность в детях. Ну и понятно, что много-много рожавших. Это когда 8, 9, 12, 13 детей. Вот те, которые имеют более 10 детей, это в основном верующие. Которые действительно, для них наступление беременности – это Богом данное чудо. И они никогда беременность не прерывают. За счет этого нам сложно как врачам работать. И поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы все пациентки более рано обращались. И самое главное, вот доктор в сюжете сказал, что мы должны помнить, и женщины должны помнить, что при беременности ничего исправить нельзя. Вот вся закладка происходит. Еще женщина не знает, что наступила беременность. Она должна к ней готовиться. Наталья Владимировна, до нас дозвонился телезритель Николай. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Вопрос к Сергею Владимировну и к Наталье Владимировне, наверное, больше. Как выглядит статистика по женским онкозаболеваниям в Иркутской области на фоне других регионов? Вот упомянули, что идет рост заболеваний, что женские. И какие-то выявлены причины, в чем причины этого роста? Я знаю, что, допустим, у Романа Димасова, у Романа работы, приправляем к календарным периодам, все больше и больше поступает. Да, Николай, спасибо за ваш вопрос, но мы так ощутили сейчас. Я могу отметить так, что первое место среди гинекологических заболеваний все-таки всегда в структуре занимают воспалительные заболевания. Они составляют почти 65-75%. Значит, второе место – это связанные заболевания с нарушением менструальной функции, что тоже объяснимо особенностями образа жизни, соматическим состоянием. Если говорить о онкологических заболеваниях, ну, прежде всего, рак шейки, матки и рак молочной железы, то я хочу сказать, что последние 5 лет мы видим снижение запущенных форм рака, значит, визуальных форм. Это связано с тем, что все-таки отработана в Иркутской области система скрининга. И в основном обращаются те пациенты, которые, к сожалению, не обращаются за медицинской помощью. И даже когда мы их вызываем, они нередко просто игнорируют эти приглашения. Если говорить в сравнении с Российской Федерацией показателей, то здесь у нас визуальные формы рака на 10-12% выше, чем в целом по Российской Федерации. Если говорить о показателях в рамках Сибирского федерального округа, то здесь все-таки связана, действительно играет роль протяженность территории, доступность медицинской помощи. Эти показатели примерно одинаковые. Иркутская область, Кемеровская, Новосибирск, Красноярский край. Просто показатель заболеваемости, он зачастую характеризует в том числе и показатель выявляемости. То есть, соответственно, чем мы видим больше заболеваемости, тем активнее работает медицинская сеть, структура здравоохранения. Поскольку, чем активнее ведется работа, направленная на выявление, и не только ранее, соответственно, больше случаев мы и видим. То есть это показатель такой, как бы сказал бы, не совсем однозначный. Я просто выделял бы здесь критерии, во-первых, выявляемость на ранних стадиях, ну и, конечно же, смертность от онкологических заболеваний, что напрямую зависит как раз-таки от стадии заболевания. Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, как пациент может попасть сегодня к врачу-онкологу? Ну, то есть вот этот путь всегда начинается с участкового терапевта? Потому что это ведь все влечет огромное количество анализов. Может ли житель Иркутской области обратиться вот к врачу-онкологу, так скажем, напрямую, без барьер? Просто это обращение, оно уже должно носить какой-то цельно сформированный характер. Во-первых, все-таки я нацеливаю жителей Иркутска, Иркутской области на прохождение диспансеризации, диспансерного осмотра и наблюдения. Почему? Потому что как раз-таки можно выявить те признаки, которые позволят врачу-онкологу уже целенаправленно построить программу диагностики. Ну, например, если даже мы абстрагируемся на сегодняшний день от женской половой сферы, достаточно простой вариант. Это, допустим, так называемый тест КАЛ на скрытой крови. Это общепотребительный тест, это тот тест, который показывает то, что если есть признаки гемоглобина, трансферина в стуле, то это уже определенные риски. Вследствие этого человеку нужно обратиться к врачу, тот назначит соответствующий план обследования, допустим, вот кулоноскопия. Если брать, допустим, опять-таки отходить от момента, связанного с первичной диагностикой, очень характерный пример, допустим, Соединенных Штатах Америки, которые в 80-е годы запустили программу повальных кулоноскопий, но процент выявления, он очень небольшой. Спасибо большое за то, что вы пришли сегодня. Мы тут с вами просто прошли испытания землетрясения прямо в прямом эфире. Мы ощутили достаточно серьезные толчки. Ну, спасибо, что пришли сегодня. Я хочу подвести итоги нашего интерактива. Сегодня зрители проголосовали в большей степени за второй вариант. То есть, дороговизна анализов и обследований. Этот вариант, кажется, почему игнорируют люди профилактические осмотры. На этом наша программа. Время вопросов подошло к концу. С вами была Юлия Акожевникова. Берегите себя. Обращайтесь к врачам вовремя. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин